Офигеть, офигеть, ребят, получилось, мы активировали этот скрипт, чё, в смысле, а чё вы тут делаете? А, они ожили, капец, бездражда, я сломал игру, походу, конкретно Привет, мы продолжаем взламывать Гартен оф Банбан 2, недавно один из подписчиков написал мне, как активировать секретный скрипт в игре, при котором мы сможем увидеть новых, уникальных монстров, которых до этого даже не видели в Гартен оф Банбан 2. В общем, будет очень круто, поэтому скорее же ставь лайк и погнали, это канал на флей, а я, Голден Фредди, начинаем взлом. Итак, мы снова в самом начале игры, и нам сейчас нужно подобрать первую карточку, и, конечно же, обязательно подобрать пульт от нашего дрона, потому что, возможно, дрон нам в этом взломе тоже пригодится. Давайте сразу пройдём насквозь двери, потому что нам, в принципе, не обязательно их открывать. В общем-то, для того, чтобы сделать этот взлом, нам нужно сразу попасть в отдел больницы. Собственно, сейчас мы... Кстати, после обновления игра почему-то стала лагать, я не знаю, что за фигня, но вышла в игре обновление, там пару фиксов добавили, но игра из-за этого стала реально лагать. Не знаю, в чём проблема, не знаю, напишите у вас также, у кого есть эта игра в стиме, но у меня реально, видите, как будто фпс просел. В общем-то, в этой локации, в этой локации мы знаем, что здесь находится шприц, и смотрите, здесь у нас есть разноцветные, собственно, монстры, это Капетаны Фиддлсы, и мне написал подписчик, что если, значит, по порядку их все активировать, точнее, по порядку взять у них анализы, начиная... Точнее, не начиная, а начиная либо с зелёного, либо с розового, и заканчивая вот этим последним, которого нужно отвлечь, то мы с вами активируем секретный скрипт на новых монстров. То есть, для начала, тут он не написал как против часовой или по часовой стрелке, то есть сначала получается зелёный, коричневый, оранжевый, красный, фиолетовый, жёлтый, розовый, и уже в последнюю очередь нужно взять анализы у зелёного, но прикол в том, что точнее взять кровь, я не знаю в каком порядке, против часовой или по часовой, давайте сначала попробуем против часовой это всё сделать, и потом уже, если вдруг не получится, будем делать по часовой. Так, первый у нас зелёный, коричневый, оранжевый, красный, давайте начнём с зелёного, где он у нас там был, я помню, он где-то валялся, зелёный, коричневый, оранжевый, красный. Так, давайте я просто сломаю эти двери, чтобы быстрее было. Итак, вот он зелёный, коричневый, вот он коричневый, зелёный-коричневый, оранжевый, и красный у нас там валялся, сейчас мы его тоже залутаем. В принципе, это довольно легко сделать, если так посмотреть. Блин, ну то, что игра стала лагать, это, конечно, не круто, надеюсь, разработчики это поправят. Так, потом идёт, получается, у нас фиолетовый, жёлтый, розовый. Вот насчёт фиолетового, я не уверен, как мы это сделаем, потому что он же у нас под картой находится, потому что это розовый. Блин, вот это, конечно, вот это, конечно, вопрос. Ну, давайте попробуем залететь под карту. То есть фиолетовый, вот он, как с него взять, я даже не знаю, сможем ли вообще на него встать. Сможем. Так, ну хорошо. Ну, допустим, допустим, окей, я пытаюсь тыкать, но, возможно, скрипт просто не работает. То есть взять анализ, скорее всего, можно, точнее, кровь эту. Ну, допустим, я взял, допустим, я взял, окей. Это был фиолетовый. Так, после фиолетового какой? Розовый, да, получается? Ну-ка. А, нет, жёлтый, а потом уже розовый. Сейчас нужно искать жёлтого. Жёлтый, а потом розовый. Жёлтый у нас находится где-то... А, жёлтый у нас вообще в самом начале, вот он. Жёлтый, собственно, и розовый. Так, жёлтый и розовый. Розовый у нас тут валяется. Так, ну, в целом получилось. То есть, в принципе, просто так вот, без взлома, этот скрипт невозможно активировать. Хорошо, разбудим нашего друга. А, у меня же дрон не работает, зачем мне нужен был дрон? Он у меня не работает. Ладно, я понял. Ну, а как мы-то сможем отвлечь его беспалево и... Или не сможем, ну-ка? Не, я думаю, не сможем его отвлечь, нужно его отвлекать только при помощи дрона. Ну, хорошо, ладно. Давайте слетаем туда в ту локацию. Активируем дрон. Я думаю, это будет сделать несложно. Осталось только... В слове, где эта локация, вот она. Хорошо. Сейчас сразу залетаем в эту комнату, забираем штуку для дрона и, в принципе, всё. Вот она, кстати. А, блин! Спокойно, вот она. Ага. Так, всё, дрон у нас работает, наконец-то. И сейчас мы, собственно, этого дрона направим куда? Правильно, в глаз этому монстру. Для того, чтобы взять... Короче, капитан Фидлесс, сорян, конечно, но получай дроном в глаз. Нам нужно взять твою кровь. Давай, поехали. Ты чё, издеваешься, дрон, блин? Давай, попади. Дрон руинит вообще катку. Хорош. Так, всё, осталось взять кровь. Отлично! Я это всё сделал. Сейчас мы эту кровь перельём в бочку. В принципе, по-моему, переливать не обязательно. Главное достаточно только взять по очереди... По порядочку, точнее, эти анализы. Капец. Сдаём анализы монстров. Чё бы нет. Спокойно. Но я на всякий случай залью сюда всё это дело. Потому что, возможно, это на что-то повлияет. Но не факт. Ну-ка. Ну, вроде всё. Вроде бы всё. Хорошо, я это сделал. Теперь осталось только вернуться обратно в нашу локацию. И сейчас мы, возможно, увидим новых монстров. Если я всё сделал, конечно, правильно. Итак. Где-то, в общем, здесь... Насколько я понял. А, бан-бан, здорово. В общем, где-то здесь можно пройти сквозь стену. По крайней мере, как мне объяснили, что где-то вот в этой стенке есть невидимая текстура, через которую можно пройти. Но я пока её не вижу. Я пока её не вижу. В общем, в любом случае, у нас есть четыре. Мы просто можем эту стену удалить. И сейчас за ней появятся новые монстры, если мы всё сделали правильно. Погнали. Эй. Эй. Что-то, меня обманули. Я надеюсь, что меня не обманули, потому что это будет фиаско. Но они должны быть здесь. Сказали, что, типа, сразу за стеной, если всё сделаешь правильно, появятся новые монстры. Никого нет. Блин. Ребят. Какого фига? Никого нет вообще. Ну, я, походу, сделал всё... Хорошо, ладно. Давайте, давайте перезапустим. Давайте перезапустим и попробуем тогда по часовой стрелке тогда пройтись. Возможно, тогда у нас всё получится. Ладно. Ну, попробуем. В общем, я починил дрона, вернулся в эту комнату. И сейчас попробуем всё это сделать только уже по часовой стрелке. Взять кровь у этих монстров. И, возможно, тогда у нас всё получится. Хорошо. Первый у нас получается розовый, жёлтый и потом фиолетовый под текстурами. Поехали. Так, розовый. Потом жёлтый у нас в самом начале. Блин, я надеюсь, сейчас всё получится, друзья. Поставьте побольше лайков. Потому что, мне кажется, благодаря вашим лайкам у нас точно всё получится. Итак, летим под текстуры. Летим под текстуры. Я теперь понимаю, зачем мы всё добавили. Потому что по-другому стихлетку не активировать. Если бы его здесь не было. Так. Ну, типа, берём у него кровь. Так, хорошо. Улетаем назад. Кто у нас там следующий? Следующий у нас красный, оранжевый, коричневый, зелёный. Итак. Красный, оранжевый. Ага, красный у нас здесь. Так, берём у него красный. Оранжевый. Так, давайте быстрее так будет. Оранжевый. Коричневый. Так, реально быстрее. И зелёный. Зелёный у нас тут валяется. Всё. Осталось только... А, осталось только последний. Вот этот наш друган. Салатовый. Давай. Так, аккуратно. Дрон. Дрон в атаку. Главное не зафейлить, ребят. Главное не зафейлить. Фу. Ну, вроде мы всё сделали правильно. Отлично. Всё, берём анализ. Крови. И давайте быстренько всё это зальём, на всякий случай. Чтобы оно точно всё сработало. Так. Нет, сейчас, я думаю, должно сработать. Тем более, если вы поставили кучу лайков, то у нас точно всё получится. Хорошо. Летим назад. Я уже не буду, наверное, выключать свет. Уж нет смысла, но всё равно будем внутри. Так. Всё, я пролетел. Отлично. Всё работает. Ну, я очень надеюсь... Так, Бан-Бан, пожалуйста, не ори. Я очень надеюсь, что сейчас за этой стеной что-то будет. Потому что, если нет, то это будет эпик фейл. Ладно. В общем, в любом случае, я верю своим подписчикам. И если я не допустил, что тут будет секретка, то она здесь будет. Скорее всего, я просто неправильно первый раз всё это активировал. Ладно, поехали. На счёт три. Ломаем стену и смотрим, что за ней находится. Раз. Два. Три. Чё? Да ну нафиг! Я в шоке, ребят. Это... Оно сработало? Это кто? Это... Это мини Джамбо Джоши, что ли? Ну, они похожи на Джамбо Джоши, но они какие-то маленькие. Красный, синий и жёлтый Джамбо Джоши? Что вообще происходит? Ребят, такого я не ожидал. То есть, как-то, как-то за эту стену мне сказали, можно опасть вот где-то через этот угол. Как-то, короче, какая-то стенка есть прозрачная. Ну, я не знаю. Но они тут стоят. Эм... Они опасны? Они же не опасны, да? У них нет скримера, они не опасны. Смотрите. Офигеть. Офигеть, ребят. Получилось. Мы активировали этот скрипт. И получается, надо было всё делать по часовой стрелке, а не против. Офигеть. Так, сейчас я уберу этот значок с камеры бегающей, что-то меня бесит. Реально. Так, всё, спокойно. Убираем нафиг этот значок. Чё? В смысле? А чё вы тут делаете? Они ожили. По крайней мере, двое из них. Третьи почему-то нет. Эм... Они за мной ходят. Так, я не понял. Чё за прикол? Чё за прикол? Они хотят меня убить или что? Бан-бан, ты чё на меня натравил своих друзей-то? Я не понимаю. Так, я чё-то не пойму прикол. А почему красный не ходит? Я на них не смотрел, они вдруг ко мне подошли. Я его махал в камеру. Пока я махал в камеру, они за мной начали бегать. Какого фига? Что происходит вообще? Не, реально, они ходят за мной. Я не знаю, почему красный не ходит, но он, может, сломался? Какого фига вы за мной ходите? Что я вам сделал? Ребят, это прикол. Это просто прикол. За мной ходят два. Они, получается, добрые? Это два добрых Джамбо Джоша. Может, это дети Джамбо Джоша? Но Джамбо Джош намного больше. Эти какие-то мелкие. У меня до сих пор эта камера бегает. Чё за фигня? У меня забаговалась игра, походу. Ну-ка, ещё раз. Мы игру сломали, смотрите. Мы сломали игру, она забаговалась. Я могу камеру махать тысячу раз. А, нет, подожди. Чё происходит вообще? Нет, чё-то не то происходит, ребят. Капец, мне страшно. Я сломал игру, походу, конкретно. Они реально ходят за мной. А если я залезу на стол? Они тоже залезут на стол, спокойно. Э, блин. Ну-ка, попробуем. Залезем на стол и... Нет, они ходят за мной. Они ходят за мной и всё. А если я на них залезу? На них нельзя залезть. Тут потолок мешает. Я хотел залезть на них. Но потолок мешает. Подожди, я же могу удалить потолок. В чём проблема? Удалил потолок. Пробуем залезть на них. Ну-ка, пацаны. Может быть, будет скример, кстати, как вариант. Ну-ка, давай. В смысле? Это лампа долбанная. О, 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 почти. Спокойно. Ха-ха-ха, я от них отталкиваюсь. Смотри, прикол. Как на батуте. Прыгаем на жёлтом. О-о-о, нифига себе. Они меня откидывают. Они реально меня откидывают. Офигеть. Это уже какие-то радужные хагиваги получаются, реально. Правда, их трое всего, но, блин. Но всё равно прикольно. Офигеть. Офигеть, ребят. А как они будут реагировать на дрон? Ну-ка, блин, дрон, иди сюда. Они смогут пройти сквозь дрон? Где мой дрон? Дрон, ты где? Я тебя зову, зову. Ну-ка, проверяем. Реакция. Да хватит. Ну-ка, 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 смотрите. Нет, они обходят дрон. А где жёлтый? Жёлтый сломался. Они все посломались. Смотрите, я их сломал. Я не знаю. Я их как-то сломал. У меня забаговалась камера. То есть, я могу ещё раз помахать. Да. Смотрите, видите? У меня баг на баге, ребят. Я могу махать ещё раз. И у нас ломаются эти персонажи. Я не знаю, в чём прикол, короче. Но игра реально сломалась. Вот эта красная комната, тут секретка. Я пока не буду её открывать. Я знаю, что вы мне уже тысячу раз про неё писали. Но давайте в следующем ролике мы эту комнату откроем и посмотрим на секретку, которая там находится. Ну-ка, если на стол залезть. Если залезть на стол. Да он будет за мной... Он ломает стулья. Он вообще, смотри, он буянит, ломает мебель. Капец. Ты посмотри на него. Ля, он как Халк. Он решил всё крушить, ломать. Ну-ка, иди сюда. Он толкает стулья, ему вообще пофиг, смотрите. Он стулья толкает, офигеть. Всё, он сломался, он сломался, он сломался. Он сломался, ребят. Всё. Мы сломали последнего монстра, я в шоке. Мы сломали всех монстров. Смотрите, они все стоят, ничего не могут сделать. А он тоже в стуле застрял. Э, может я его спасу? Не, нифига. Я его почти поднял этим стулом, только что, ты видел? На, стульчик, присядь. Присядь, чё стоишь? На. Он не хочет. Он не хочет. Блин, капец, мы сломали этих монстров. Мы только их нашли, уже их сломали. Я в шоке, ребят. В общем-то, вот такой вот скрипт. Я не знаю, зачем вообще нужны были эти монстры. Может быть, они должны были появиться в другой локации, но их засунули сюда. В общем, пиши, что ты об этом думаешь. И реально, этих монстров в игре мы не видели ни разу. То есть, в игре они не появлялись. Это какие-то дружелюбные джамбо-джоши. И я, по крайней мере, их в первой части не видел. И вот во второй части они есть. Но, скорее всего, они должны нападать, но они не нападают. Возможно, у них просто нет скримера. И разработчики их просто не доделали. Но, блин, прикольно, что оно работает. Я действительно не ожидал, потому что, когда мы первый раз всё это сделали, и никаких монстров за стеной не было, я уже расстроился, думал, всё. Но тут вы собрались, поставили кучу лайков. И плюс я ещё разобрался. И мы активировали этот скрипт. В общем-то, друзья, если вы знаете ещё какие-то секреты, обязательно пишите о них в комментариях или в личку. А мы на этом будем заканчивать. Вот и раскрыта ещё одна секретка Garden of Banban 2. Надеюсь, секретов ещё в игре очень много. И мы о них узнаем уже в следующих роликах. Поэтому не забывайте ставить лайки, писать про секреты в комментариях под видео или мне в личку ВКонтакте. А на этом, друзья, всё. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok